Здравствуйте, уважаемые любители высокоточной стрельбы! Сегодня в разгар праздников выдалось свободное время и решил немножко записать видео видео скажем, ответ на вопрос одного из моих подписчиков который пожелал увидеть и услышать про технику стрельбы с оптического прицела то есть получается, что мои видео рассчитаны на достаточно продвинутых стрелков но люди интересуются не только профессионалы или опытные стрелки, но и так же и новички и у многих возникают вопросы о том, как правильно стрелять с оптического прицела я тут немножко подумал в сети есть куча информации именно по технике прикладки то есть как ловить теневое кольцо как удерживать как отстраивать параллакс но я подумал, что в отдельности рассматривать этот момент будет неправильно есть такой момент допустим есть одна винтовка есть три стрелка и получается так что при стрельбе каких-либо дисциплин у этих трех людей получаются совершенно разные результаты при этом винтовка исправная стреляет хорошо но тем не менее ошибки или особенности прикладки они у всех разные и сегодня я хотел бы немножко пробежаться по тем моментам которые необходимы для того ну, чтобы успешно выполнять упражнения и хорошо стрелять итак от чего же зависит у нас прикладка удобство стрельбы и результаты стрельбы сейчас хотел бы остановиться на таком моменте как установка оптики причем вы видите у меня представлены здесь два совершенно различных инструмента это классическая компоновка винтовки то есть карабин и это компоновка буллпап причем из всех буллпапов именно изделия данной фирмы наименее комфортны в прикладке но тем не менее общие принципы установки оптики они не имеют значения что для классики что для коротких буллпапов итак на что же нам нужно будет обратить внимание во первых самый такой важный момент это расстояние от зрачка до окуляра прицела или так называемый ай-релиф то есть это то расстояние при котором картинка прицела наиболее полно видна в окуляре и без всяких искажений или с равномерной кольцевидной тенью я чуть дальше расскажу что это такое при этом голова находится на определенном расстоянии она не завалена ни вбок ни вперед ни назад шея расслаблена то есть прикладка максимально комфортна и естественна это расстояние оно у каждого прицела определенное в спецификациях прицела можно посмотреть увидеть и при установке на оптику оптики на винтовку нужно будет определить это расстояние и выставить оптику именно так чтобы было максимально комфортно продемонстрирую вот на примере моей винтовки то есть вот я приложился у меня максимально четкая картинка и равномерная кольцевидная тень я могу контролировать луну завалы справа влево отстраивать параллакс то же самое касается и булпап я вот приложился и у меня равномерная картинка появилась второй момент высота прицела над стволом зависит целиком и полностью от анатомии стрелка и от того какие крепления вы используете допустим вот в данной винтовке наглядно можно показать особенность с которой я столкнулся у меня есть кольца любимые бурис с эксцентриковым вставками эти кольца позволяют установить оптический прицел обнуленный ну вы видели в моих видео что это такое я об этом не буду сейчас останавливаться но проблема в том что эти кольца если их устанавливать непосредственно на планку вивера на коробке они для меня низкие и при опускании щеки минимальное положение мне было некомфортно то есть мне приходилось очень сильно вдавливать скулу и шея затекала испытывал я неудобства но с этими кольцами расставаться я не хотел поэтому мне пришлось заказать вот такой мостик мостик с определенной высотой и плюс я еще здесь установил наклон то не я установил я сделал наброски мастер по моим эскизам полностью изготовил этот мостик то есть второй момент это высота прицелом стволом на винтовках компоновки булпап использовать нужно средние или высокие кольца низкие кольца использовать здесь категорически не стоит второй и третий уже получается момент завал прицела ну по поводу установки оптики сейчас не буду устанавливаться просто хочу сказать что необходимо использовать на прицеле уровни и во время стрельбы контролировать завал прицела это очень важно ну и соответственно чтобы это дело выполнять нужно в процессе установки прицела выставить все грамотно если будут скажем так пожелания пишите в комментариях я покажу как делаю я это более подробно остановлю сейчас на этом останавливаться не будем также я хочу все таки показать все что необходимо для стрельбы с двух упоров то есть стрельбы со стола и в этом контексте я буду рассматривать те дальнейшие шаги которые необходимо выполнять каждый раз при стрельбе причем я хотел бы обратить внимание что все это нужно выполнять постоянно каждый раз шаг за шагом это кажется долго и утомительно на самом деле несколько несколько дней или пару недель нужно себя заставлять это все делать потом это все делается автоматически практически за несколько секунд и это необходимо для того чтобы сделать хороший точный выстрел и я еще хотел бы обратить внимание на то что изготовка при стрельбе со стола при стойке она отличается вы можете почитать о том как нужно работать в стойке я не буду сейчас об этом останавливаться здесь и высота тыльника различная тыльник упор в плечо возможно даже расстояние от прицела до глаза и сдвигание оптики будет немножко другим также я хотел бы еще один момент показать я сейчас включу картинки в это видео где покажу неправильную установку оптики то есть когда прицел сдвигает максимально близко к себе и при этом так-то вклоняются назад это крайне неудобно и порочно то же самое когда мы используем низкие кольца получается что мы наклоняем голову вниз и смотрим как бы из-под лобья и особенно при стрельбе с переносом точки прицеливания допустим такой дисциплины как бенчерест ошибка будет наслаиваться и при обработке крайних рядов мишени будет смещаться из ТП даже если вы нулевую точку четко определите это очень важно нужно обращать на это внимание после того как мы уже разобрались с тем что прицел у нас установлен нам комфортно в него смотреть мы получаем четкую картинку мы можем контролировать завал прицела можем контролировать параллакс есть такое понятие как нулевая точка мало где об этом говорят и пишут но я хочу сразу обозначить этот момент что это такое у каждой винтовки есть определенный баланс он очень хорошо проявляется когда мы стреляем в стойке то есть можно определить где у нас находится центр тяжести куда клюет винтовка куда она заваливается куда она стремится и вот у каждой винтовки есть такая точка если сделать опору в этой точке тогда при наведении винтовки она не будет никуда смещаться она будет стоять как вкопанная у каждого экземпляра в зависимости от того навесного оборудования которое установлено на вашей винтовке эта точка будет находиться в разных местах цве ее необходимо найти для того чтобы ее найти я лично использую мишень сейчас я вам покажу эту картинку этой мишени то есть стреляя в крайние точки по углам там у меня как раз обозначены кучность то есть я стреляю на кучность по этим краям можно определить куда смещается степы так вот при установке в нулевую точку при стрельбе по крайним диагональным углам квадрата степы остается на месте также в эту точку надо установить антабочный винт то есть у меня она вот находится то есть в таком положении если я буду перемещаться по мишени удобно сесть толстая зимняя куртка по другому все совершенно чем летом это надо учитывать при перемещении из одного угла в другой у меня степы остается на одном месте это так называемая нулевая точка если ну я в дальнейшем буду когда проточное прицеливание и про удержание рассказывать можно определить если винтовка у вас не будет установлена в нулевой точке то после выстрела момент выхода пули если вы чуть измените свое положение дыхание у вас изменится или даже сердцебиение если вы стреляете на больших кратностях винтовка может сместиться туда куда она стремится скажем так и значит вы ее удерживали скажем так неправильно мышечным избыточным мышечным напряжением пытались ее удержать в точке прицеливания это ошибочно также хочу сделать такой экскурс показать вам как вообще выглядят стрелковые оборудования минимальные ну или оптимальные скажем так для того чтобы получить хороший результат итак обратите внимание что мы используем мы используем передний мешок или сошки про сошки я сейчас не буду говорить имеется ряд особенностей не хочу сейчас останавливаться то есть передний мешок задний мешок задний мешок лучше использовать с ушами вот такого типа как здесь видите есть уши приклад помещается сюда все он удерживает от бокового раскачивания затем далее стрелковый стол стрелковый стул это не то что мы привыкли называть столами и стульями чем отличается стрелковый стол от обычного стола во-первых имеется вырез во-вторых имеется мощная рама сейчас я вам продемонстрирую в которой закреплены ноги вес стола составляет больше 20 килограммов можно использовать вес чуть меньше ну допустим 15-16 килограммов за счет своей конструкции если грамотно изготовлен стрелковый стол этого в принципе достаточно столы весом более 25 килограммов стоит использовать при стрельбе из крупных калибров да и то в принципе 20 килограммового стола хватает за глаза то есть колебания в чем есть недостатки некоторых конструкций особенно если используются тонкие ноги или неоптимальная скажем так конструкция рамы когда вы покачиваете его сзади получается такое дрожание здесь его нету потому что стол грамотно изготовлен у меня есть второй стол у которого довеляние хвостом присутствует там рама изготовлена совсем по-другому ну и мы не будем обсуждать уже особенности конструкции есть мастера проверенные на просторах нашей необъятной родины которые делают грамотные столы рекламировать я их не буду захотите сами найдете можно не заморачиваться купить полностью и стол и стрелковые стулья они делают не выбрать то что вам по вкусу по размеру есть варианты столов с короткой столешницей для буллпапов есть вариант столов с длинной столешницей у меня длинная столешница стол я сам делал с товарищем это уже третий стол то есть сразу грамотно изготовить стол у вас не получится если есть деньги лучше купить поверьте так будет на самом деле лучше и то же самое про стул хотел бы сказать это также самодельный стрелковый стул у него тоже есть рама есть ноги также необходимо подобрать высоту стола она должна быть вам до мечевидного отростка скажем так до тех момент анатомической особенности организма если вы смотрите где ребра сходятся образуют точку солнечного сплетения вот где-то на этом уровне у вас должна располагаться столешница в процессе стрельбы в процессе стрельбы важно сделать правильную изготовку как она выполняется если я буду рассказывать как правша левша делает все демитриально противоположно если почитать классические труды по снайпингу подготовки снайпера то есть такое понятие как пулеметная изготовка то есть когда цевьё винтовки лежит на мешке левая рука таким вот образом допустим мешка здесь нету приклад упирается в плечо а рука поддерживает приклад в плече так называемая пулеметная изготовка также при стрельбе лежа сошек используется тактическая изготовка когда в руку берется тактический мешок он отличается от ушастого и путем сжимания и разжимания мешка он подставляется и производится наводка то есть вот такая изготовка при этом левая рука согнута под углом 90 градусов чуть больше лежит на столе правая рука лежит на столе под локоть можно подложить подушечку так удобнее полотенце сложное если вы длительно стреляете то это разгружает локоть то есть винтовка лежит в мешках задний мешок под прикладом передний мешок у нас на нулевой точке контролируем левая рука сжимает мешок путем перемещения мешка осуществляется тонкая наводка мы это чуть дальше обговорим также я сейчас немножко с другой стороны поставлю камеру и расскажу немножко про прикладку также важно однообразно удобно то есть мы находим наше расстояние стола и стула ставим ноги ноги в сторону и на определенное расстояние я правой ногой упираюсь в трубу прицела мне это позволяет контролировать его прицелы трубу стола заднюю трубу это позволяет сделать однообразную прикладку и хотел бы обратить внимание на то что вот вы найдите для себя одну и ту же позу в которой вам сидеть комфортно и каждый раз когда вы садитесь вы стараетесь эту позу повторять именно это позволит вам обеспечить однообразные и повторяемые результаты то есть вот моя прикладка села ноги полностью ступно упираются в землю вот мы сели положили локоть приклад уперли в плечо задний мешок под прикладом передний на нулевой точке цевья дальше ноги расставлены широко ступни полностью стоят на земле правой ногой я упираюсь в ножку стола это позволяет мне воспроизвести позу постоянно и однообразно после этого приложились и осуществляем наводку это так называемый выход на мишень следующий компонент нашей подготовки к выстрелу выход на мишень мы осуществляем всем телом то есть вот мы замкнули наш организм скажем так создали треугольник жесткости так называемый треугольник жесткости это левая рука которая уперта локтем в стол и в задний мешок вторая рука локтем лежит на столе и приклад упирается в плечо то есть таким образом я полностью контролирую процесс и когда я осуществляю грубую наводку я это делаю всем организмам то есть я вот таким вот образом то есть у меня треугольник жесткости сохраняется постоянно приклад в одной и той же точке плеча уперт то есть допустим сейчас мне неудобно не надо корячиться нужно просто взять подвинуть полностью наш стрелковый комплекс то есть оба мешка замкнуться опять и повторить выход как осуществляется выход на мишень существует несколько методик или позиций скажем так кто-то снизу выходит кто-то сверху кто-то сбоку на самом деле не имеет никакого значения как вам удобнее это делать так и делайте но я выхожу снизу то есть я читал много классических методик поэтому стараюсь выходить снизу то есть грубо убрал горизонт и вышел снизу на мишень про дыхание на данный момент про дыхание даже не заморачиваемся то есть наша задача навести перекрестие на мишень если мы стреляем с выносом по сетке то есть у нас поправка какая-то на ветер либо по вертикали выносим эту поправку вышли на мишень все это первый важный момент затем второй момент когда мы вышли на мишень осуществляем тонкое прицеливание или тонкое наведение при этом треугольник жесткости у нас остается как и был но корректировку необходимый мы осуществляем задним мешком задним мешком регулируется вертикаль и так же можно небольшую поправку по горизонту вести то есть ну очень небольшую если смещение по горизонту грубое то опять же подвинули мешок установили зафиксировали не забываем про контроль завала прицела в этот момент когда мы вышли на мишень мы осуществляем уже контроль за дыханием то есть начинаем пробовать ловить нашу точку прицеливания при этом стараться нужно не зажимать правой рукой рукоять то есть наводим всем телом вперед назад положение в мешках задним мешком навели и оставили правая рука у нас должна быть расслаблена сейчас я камеру перемещу на другую сторону будем говорить про удержание и про обработку спуска лучше это делать с другой стороны вышли на мишень осуществили тонкое прицеливание навелись в предполагаемую точку расслабили правую руку при этом указательный палец на спуск еще мы не кладем пробуем осуществить удержание то есть нам необходимо зафиксироваться на точке прицеливания и ловить момент на выдохе или на полувыдохе лучше делать это на полувыдохе и так же не забываем смотреть на уровень прицела поэтому я стреляю с двумя открытыми глазами у меня прицел всегда перед глазами если прицел установить чуть подальше получается картинка уровень как бы проецируется с левой стороны картинки вашей сетки хочу обратить внимание что абсолютной неподвижности вы не сможете добиться то есть будут определенные колебания вообще вся стрельба построена на колебаниях и с опытом амплитуда этих колебаний просто уменьшается и вы будете уже ловить определенный момент когда необходимо произвести выстрел так осуществляем удержание делаем полувыдох затем в зависимости от той кратности прицела на который вы стреляете и от той техники сейчас у меня тактическая здесь техника показана потому что стрельба свободным откатом она немножко отличается я не хочу сейчас про нее говорить другая немножко философия там меньше ну не то что меньше там исключается практически влияние стрелка стрелковый комплекс то есть по сути только касание указательного пальца спуска здесь же в нашем случае получается что мы достаточно сильно влияем на нашу винтовку поэтому как я уже сказал однообразие и колебания амплитуду колебаний максимально уменьшаем и вот про кратность прицела чем выше кратность прицела тем выше амплитуда колебаний на мишени даже удары сердца будут значительно смещать картинку либо справа налево либо вверх вниз немножко по разному на разных конструкциях осуществляется ну вот допустим на вот этой винтовке у меня колебания идут вправо влево вот такие вот колебания то есть необходимо осуществить контроль дыхания удерживаем задерживаем дыхание видим что у нас сейчас остались колебания от сердца от пульса скажем так и после этого осуществляем уточнение уточнение нам необходимо для того чтобы убедиться что винтовка находится в нулевой точке для этого мы просто закрываем глаз открываем и смотрим где мы находимся в этот момент можно указательный палец положить на спуск то есть это уже непосредственная подготовка как выстрел открыли глаз и видим что у нас прицельная сетка точно на том же месте и осталось после этого переходим к следующему этапу он называется обработка спуска сейчас мы камеру опять переместим итак обработка спуска после того как мы убедились в том что точка прицеливания находится у нас в убойной зоне мишени контролируем завал задержали дыхание ловим момент между ударами сердца после этого переходим непосредственно к обработке спуска существуют две методики основных вообще их много о том как обрабатывать спуск мы рассмотрим две которые наиболее широко используются и которые проще всего выучить основная задача обработки спуска понятно чтобы осуществить выстрел и при этом винтовка должна у нас остаться неподвижной то есть сама обработка спуска должна не влиять на всю нашу предшествующую подготовку никаким образом то есть выстрел и винтовка стоит там где нужно какие эти две техники первая техника это постоянное усиление давления то есть когда мы помещаем палец на спусковой крючок и не снимая его начинаем постепенно постепенно усиливать давление выстрел при этом происходит как бы неожиданно для вас второй момент это работа сгибом пальца то есть когда мы осуществляем вот это вот движение при этом необходимо обратить внимание что палец вот таким вот образом прикладывается на спусковой крючок сама спица спускового крючка ложится на подушечку пальца у нас в пневматике достаточно чувствительные спусковые крючки поэтому на сгиб пальца не рекомендуется это очень грубое скажем так мешательство здесь спуск очень короткий поэтому достаточно поместить палец при этом смотрите указательный палец не должен вот таким вот образом касаться ложа потому что когда вы будете его сгибать тем самым вы сбиваете наводку даже если вы этого не замечаете то поверьте это происходит поэтому указательный палец мы вот таким вот образом кладем подушечку осуществили нашу наводку вышли на цель удерживаем задерживаем дыхание ловим пульсацию между ударами сердца делаем уточнение мы на месте и нажимаем на спуск после того как вы нажали на спуск ни в коем случае его не отпускайте так как у нас дозвуковая скорость пули для нашей оружейной системы характерно такое понятие как медленный выстрел то есть когда мы нажали на спуск еще ничего не произошло то есть ударник ударил по клапану порция воздуха ворвалась ствол но пуля еще не вылетела если вы в этот момент резко отпустите спуск как делают очень многие вы обратите внимание за своими коллегами товарищами сослуживцами очень многие это делают в этот момент происходит резкое сдвигание винтовки и пуля отклоняется в какую-то другую сторону поэтому после выстрела мы обязательно продолжаем смотреть в оптический прицел продолжаем удерживать нашу оружейную систему в точке прицеливания и наблюдаем отметку выстрела то есть мы должны увидеть в мишени пробоину после того как вы увидели пробоину только после этого можете отпускать спусковой крючок тем самым вы проконтролировали момент попадания пули или сделали отметку выстрела это очень важный момент обратите внимание даже если просто сейчас вы начнете стрелять и будете делать отметку выстрела поверьте результаты ваши намного улучшатся также когда вы делаете отметку выстрела можно определить вы сделали ошибку либо это дефект пули или скажем так не точно бьет винтовка если в момент выстрела все равно происходит отдача зависит еще от калибра с которого вы стреляете на калибрах 6.35 настроенных тяжелой пулей отдача присутствует и перекрестие после выстрела обычно смещается с точки прицеливания так вот если вы во время момента контроля за отметкой выстрела увидели что перекрестие сместилось и отметина от пули находится в перекрестии то это ваша ошибка а не ошибка или неисправность винтовки так уважаемые любители пневматики высокоточной стрельбы я постарался максимально кратко и сжато донести до вас те необходимые моменты которые необходимо выполнять в процессе стрельбы для того чтобы получить хороший результат в мишени понятно что моментов очень много и довольно долго о них рассказывать но поверьте с опытом все это происходит максимально просто максимально быстро по одному алгоритму то есть все эти моменты практически одновременно осуществляются и обратите внимание на отметку выстрела большое спасибо я хотел продемонстрировать именно ну как прикладываться к прицелу но честно сказать я немножко не понимаю как можно заснять этот момент кольцевидными тенями отклонениями и как винтовка должна себя вести я попробую сделать съемку через прицел у меня есть камера холдер фирменный но мне он не нравится почему-то в нем есть люфт и очень долго приходится настраивать и с камерой или фотоаппаратом или смартфоном на прицеле не очень удобно стрелять поэтому ну напишите в комментариях чтобы вы хотели видеть что еще нужно вам показать осветить не думал что такой ролик придется снимать как этот потому что в принципе я всю эту информацию нашел в сети без проблем есть стрелковые ресурсы для профессионалов там есть книги вообще по всему этому то есть по изготовкам по обработкам спуска я сейчас просто такой экскурс сделал но хочу сделать такую ремарку так как очень доступны стали такие игрушки PCP пневматик почему-то многие считают что когда они купили винтовку умение стрелять оно рядом лежит вместе с паспортом и сертификатом это то же самое как купить дорогую зеркальную камеру и сразу же стать супер профи фотографом я постоянно об этом говорю что ну это не так если вы хотите хорошо стрелять то нужно постоянно этим заниматься нужны тренировки нужна практика нужны обязательные участия в соревнованиях потому что соревнования чем отличаются от тренировки тем что присутствуют стрессовые моменты и очень сильно заостряются ваши ошибки то есть допустим да я по себе даже могу сказать даже если когда я на камеру снимаю свои тренировки у меня результат получается гораздо лучше чем на соревнованиях потому что отсутствует момент соревновательный именно момент соревнований то есть это адреналин это нервы что-то обязательно ломается какие-то нужно преодолевать трудности поэтому без участия в соревнованиях ну трудно закрепить эти навыки ну вот то же самое в принципе можно и про охоту сказать потому что адреналин это наш враг а стрельба она требует спокойного рассудка нетрясущихся рук не колотящего сердца большое спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии этот ролик скажем так снят после общения с вами то есть тема для него мне предложили вы спасибо вам большое за обратную связь спасибо